Тема нашего эфира – правильное питание. Мифы и реальность. Вот это страшное, будоражащее, волшебное слово – правильное питание. Иногда является символом мучений. Для кого-то это большие надежды в начале, разочарование потом. И сегодня мы разберем, что это такое вообще, в принципе, почему оно иногда превращается. Ну, не иногда, а чаще всего превращается вместо, казалось бы, в систему поддержки, в систему, которая человека мучает. И что с этим можно делать. Что обычно мы забываем, что не учитываем. Еще раз напомню, что с вами Сергей Гудков, психотерапевт. И я уже много лет работаю с клиентами, в том числе с расстройствами пищевого поведения. Если коротко, расстройство пищевого поведения – это такое состояние, когда у человека еда, контроль над ней, вес и или форма тела становятся центральными в жизни. И кажется, что все остальное как-то уходит на второй план. Кстати, недавно я консультировал семью с подростком. Я достаточно часто в последнее время консультирую по проблемам расстройств пищевого поведения. И мы нашли там понятную метафору, что как будто это злое колдовство, которое так вот незаметно проникло и начинает всю твою жизнь подгребать под себя. И я помню, там человек смеялся и кивал головой, и говорил, ну да, похоже, похоже. Ну ладно, мы вернемся к нашей теме. Давайте начнем вот с чего. Так. Я вроде всем помахал, да, тем, кто присоединился. Давайте начнем вот с чего. Мы знаем, что есть еда, такой физиологический процесс. Какие функции выполняет еда. Пишите, пожалуйста. Пишите, пожалуйста, если есть какие-то идеи, какие-то мнения. Давайте. Какие функции вообще выполняет еда. Какие. Кто знает. Давайте мы соберем эти функции, потом, исходя из этого, кое-что будет понятнее. Так. Восполнение энергии. Отлично. Еще. Еще. Да, привет тем, кто присоединился. Почему-то не могу помахать, ну ладно. Ага. То есть еда, это способ восполнить энергию. Что еще? Что еще? Какие функции выполняет еда? Да, энергия для жизни. Ну, если говорить механическим языком, топливо. Да. Да. Тот самый бензин, который мы заливаем в бензобак. Ну, нет бензина, не поедешь. Да. Отлично. Еще. Еще. Какие функции выполняет еда? Удовольствие. Отлично. Да. Некоторые слушатели нашего эфира знают толк в том, какая еда может приносить удовольствие. Так. Привет всем, кто присоединился. Удовольствие. Отлично. Конечно. Конечно. Энергия, удовольствие. Еще. Во, во, во. Точно. Спасибо. Вместе пожрать. Да. Это социальная функция. Социальная коммуникация. То есть, еда это не просто еда, да. А это как вот мы с тобой одной крови. Я иногда на своих группах говорил, что это прямо как клич такой, что мы едим вместе, мы живем вместе, мы одно целое. Семья или рабочий коллектив, как ритуал. Да. Да. Еще одно, да. Если не совсем позитивно, отвлечься от проблем. И дальше. Снять стресс, да. То есть, у еды есть психологические функции. Кроме физиологического удовольствия, еда часто выступает способом справиться с эмоциями. Отвлечься, либо заглушить, либо безопасным способом более-менее как-то прожить. Ну, конечно, получается не очень-то, но хотя бы на какое-то время прожить и выплеснуть. Да. Да. Отвлечься, снять стресс, да. Еще одно, да, спасибо. Время при провождении. Это опять же может быть и социальная функция, особенно если мы с кем-то вместе. И психологическая функция, то есть, когда мы проводим время и наполняем его чем-то. Иначе мы бы чувствовали скуку, тревогу, может быть, боль от психотравм. Кстати, да. Тоже такая психологическая функция. Отлично. Отлично. Еще. Еще кто-нибудь знает функции еды? Какие-то функции еды. Ну, кстати, пока вы об этом думаете, я напомню, что у нас прямой эфир в пределах часа, я так думаю. Если бы у нас было очное занятие, вообще я веду проект «Я и мое тело», где мы собираемся, собирались до недавнего времени, обсуждали вот такие взрослые проблемы, отношения с телом, отношения с едой. Там встречи были в течение двух часов. Но так как у нас прямой эфир до часа, то, конечно, буду более активен я. Я кое-что расскажу, кое-что мы обсудим и на вопросы я по мере возможности отвечу. Наша задача уложиться в час. Ага, вот, спасибо. Важный момент. Статус, да? То есть, социальная функция еды. Да, да. Да, эстетика, да. Ну, это как раздел удовольствия. Да, да. Спасибо, спасибо. Ну, кроме энергии, если мы обратимся к физиологии, я подсказываю, какая еще функция еды. Какая функция еды? На что расходуется приобретение новых навыков? Ну, да. Особенно в процессе совместного поедания и распивания чего-то, да. Спасибо. Да. Выражение любви и заботы точно. Психологическая функция. Я иногда рассказываю эту историю, которую я слышал от одной знакомой, когда она была в гостях. Она говорит, мы приехали в гости. И первый вопрос, который я услышал после «Здравствуйте». Вы хотите кушать? Ну, пойдемте поедим. И говорит, весь день, пока мы были в гостях, а куда-то они там поехали на природу к своим родственникам или знакомым, буквально каждые полчаса, может быть, покушаем? Вы хотите кушать? Ой, пойдемте поедим, уже пора поесть. Она говорит, и вот мы уехали оттуда, я думаю, что-то было странное в этом дне. Потом, говорит, до меня доходит, что ни разу вообще никакой эмоции, никакого чувства не было, да, но все время. Вы хотите покушать? Давайте покушаем. То есть, да, в некоторых семьях, в некоторых родах, даже я бы сказал, в некоторых обществах и культурах еда – это единственный способ. Ну, так вот, знаете, единственный не потому, что он единственный, а потому, что вот здесь такая есть модель, что только так мы можем проявить любовь и заботу, да. И, конечно, строительство тела, да, структурная функция, то есть мы, то, из чего наше тело строится, из того, что мы едим, да, да. Здравствуйте. Всех приветствую, кто присоединился, но мы уже идем вперед, поэтому разбираем. Разбираем. Я напомню, у нас тема эфира – правильное питание. Да. Ну, в общем-то, мы все функции почти что собрали. Итак, давайте, если коротко, мы подведем итоги. Какие функции еды есть? Есть физиология, то есть расходы на то, чтобы двигаться, дышать, чтобы наше сердце сокращалось, вообще на жизнь. И на строительство тела. Психологические функции – это контроль эмоций, это их проявление в другой форме, это выражение любви, заботы, это способ символически что-то отыграть, например, агрессия, как это бывает при булемии. Вот. Конечно же, получить удовольствие, да, да. Да. И социальные функции еды – показать статус и вообще пообщаться, присоединиться. Ну, кстати, эта функция еды очень близка к психологической. То есть мы с тобой одной крови, мы с тобой за одним столом, мы живем вместе или делаем что-то вместе. Да. Вот. А теперь давайте вспомним, да, то есть вот у нас есть хотя бы три таких больших группы, три больших группы функций. А теперь давайте вспомним, что приходит на ум, когда мы говорим про правильное питание, о чем всегда идет речь. Вот кто помнит? А может быть кто-то уже на таком питании сидел, ну или ваши знакомые были на правильном питании. Что бы под этим не подразумевалось? Вот те самые буквы ПП. Что обычно сюда включают? Вот кто знает, кто пользовался правильным питанием, условно говоря, садился на него, ну почти так же, как на диету, пытался правильно питаться. Привет всем, кто присоединился. Мы обсуждаем правильное питание. Да. Вот кто знаком с этим? Что такое правильное питание? Неважно по какой системе. Ага, спасибо, спасибо, да. То есть полноценный рацион белков, жиров, углеводов. Овощи, фрукты, мясо. Это, я бы сказал, какое-то меню, это какой-то план. Зацикновение на том, что ты ешь. Ну, не жирная еда, не соленая, то есть какие-то ограничения. Это нельзя, это можно. Да, конечно, вот это правильно вы подметили, что все считают свое питание самым правильным, даже если это не так. Так, именно здесь один из ключей, почему правильное питание может быть мучительным для многих людей. Да, это какие-то ограничения. Да, да, да. Да. То есть, вот в представлении большинства людей правильное питание это некие продукты, которые можно или нельзя, да, сразу возникает напряжение по этому поводу. Кстати, это есть некий план питания, что утром я буду есть это, на полдник вот это, на ужин вот это или не буду ужинать и так далее. Есть примерный расчет калорий и так далее, и так далее. Да. Но обратите внимание, какие функции подразумевают вот такой план питания, вот такое правильное питание. Мы только что говорили о трех, прям, самых крупных функциях. Но правильное питание подразумевает какую из них прежде всего. Только что мы это разбирали. Ну-ка, давайте. Кто, кто? Кто ответит на этот вопрос? Бинго. 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 Да. Да. Спасибо. 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 Да. Да. То есть, обратите внимание, несмотря на то, что у еды есть три, как минимум, важнейших функций, любое правильное питание, любая правильная система упирается только в одно. Да, в физиологию. Ну, или в биологию. Да. Да. И все. И все. И поэтому человек в начале, в начале соотношения белков, жиров, углеводов, да, 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 конечно, но это про физиологию. Про то, да, привет, привет. Я тоже рад видеть. Про то, как питать тело, как его поддерживать, и все. И получается, что два огромных пласта, вот эта психология и социальная функция, просто выпадают. Вот вам один из ответов, почему правильное питание может быть мучительным. Многие люди себя истязают. Потому что, если мы не учитываем физиологию, если мы ориентируемся только на пользу для тела, ну, так как это должно быть по науке, мы сразу выкидываем огромный пласт чего? Удовольствие. И я. И, как я шучу иногда, видели когда-нибудь людей, которые сидят на диете, да, у них и лица постные, то есть вот такие вот уголки губ вниз. То есть удовольствия нет от такой еды чаще всего, потому что оно не подразумевается. Потому что вкусная еда, в кавычках вкусная, обычно приравнивается к неполезной или к запрещенной, в зависимости от того, какая система правильного питания используется. И второй момент. Конечно же, мы упускаем социальную функцию еды. Что с социалкой происходит? Как-то я читал лекцию на факультете психологии МГУ, как раз по расстройствам пищевого поведения. И мы, конечно, мало радости в жизни у людей, мы сейчас этого коснемся. Но мы говорим про правильное питание, да. Да, понимаете, вот как только человек сел на это правильное питание, так та радость, которая хоть как-то раньше с едой была, она правильным питанием-то не подразумевается, но в тех системах, которые есть, самые распространенные. Поэтому раз, сразу минус радость, минус удовольствие, минус, плюс-минус коммуникация еще к этому идет. Да, людей разделяют на своих и чужих, круг друзей ограничивается. И вот я читал лекцию по расстройствам пищевого поведения, и Наталья Николаевна Корловская, она прям сказала, некоторые фразы надо записывать и тиражировать за тобой. Как же я сказал, что когда мы идем в гости, что мы с собой берем в гости? Мы берем бутылку водки, жареную курицу и торт. В кавычках, неполезную еду, но вкусную зато, от которой мы получаем много ассенсорики, много удовольствия потом. И я читаю лекцию и говорю, мы даже упражнения проводили, что вот мы едим в гостях. И потом по итогам этого упражнения говорю, в гости с укропом не ходят. То есть да, есть правильная еда, которая у нас сидит в головах, независимо от того, правильно мы это понимаем или нет. Ну и есть еда, условно говоря, для удовольствия. Так вот, вот это самое ПП, если мы забываем про аспект удовольствия, а очень часто он даже не учитывается изначально. Ну, это редкие люди. У нас есть слушательница эфира, которая пишет, нет, мы берем рыбу и овощи с собой. Ну, редко кто так делает, да. Мы обычно... Да, потому что тебе в гостях есть нечего, это точно, да. Но большинство людей в гости ходят ни с рыбой, ни с овощами, ни с укропом, это точно. Даже я, даже я, когда прихожу в гости, я беру хотя бы какой-нибудь пирог, или тортики, или печеньки. Я знаю, что люди это любят больше. Да, 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 да. И социальную функцию. Ага, у нас есть очень продуманные товарищи. Брала с собой вареные яйца, огурец для себя и торт для других. Да. Ну, редко кто так делает, потому что у нас же еще есть социальная функция. Обратите внимание. Круглый стол рыцарей короля Артура. Вот они сели все. Мы с тобой одной крови, мы с тобой делаем одно дело. Мы с тобой едим и пьем одно и то же. Если вдруг ты приходишь в гости, и у тебя есть своя еда, а эту еду ты отторгаешь, тогда прямой эфир, наверное, будет в записи. Я постараюсь записать и сохранить, но не обещаю, да. Конечно, не поймут, если с укропом. Но и сам момент того, что если вы... Вот, вот, наша участница, которая писала про овощи и рыбу. На меня смотрели вначале криво, но мне-то все равно потом привыкли. То есть, все равно вот это отторжение есть, да. То есть, ты не принимаешь наш дар, ты не хочешь разделить нашу еду с нами. И символически ты отторгаешь нашу жизнь, да. Ты какая-то вот белая ворона здесь. И нужно время, чтобы эту ситуацию переломить. Вот, свою еду ношу с собой, тоже так делаю иногда. Вот-вот, да. То есть, ты странная. И если мы пользуемся какой-то другой едой, мы, получается, вносим некий раскол в общение. К нам осторожное отношение сразу. Помните же, да, как вычислить шпиона? Он не пьет. Все, ты не пьешь, ты что? Или больной, или шпион. Вот так же и здесь. Если ты не ешь нашу еду, ты как будто отталкиваешь наше общество. Поэтому правильное питание, как правило, да, могут и не позвать в следующий раз. И давайте мы посмотрим на наше происхождение. Мы, в принципе, вообще социальные существа. Мы социальные существа. Поэтому для нас очень важно быть в какой-то группе. В близкородственной группе, в группе друзей. Быть в своем, ну, как бы сказать, да, в своем клане, что ли. И у нас есть личные ценности, есть ценности принадлежности к какой-то группе. Это в нас прям биологически зашито. Поэтому, если мы, допустим, по состоянию здоровья, например, вынуждены сидеть на диете условно. Вот это нельзя есть, это нельзя пить. И мы приходим в гости. И мы знаем, да, что если я это съем, ну, грубо говоря, там, будет болеть и колоть в правом подреберье. А может быть, даже увезут на операцию. Да, это одна ценность. Другая ценность, это то, что если я не буду сейчас это есть и пить вместе. Люди интуитивно понимают, что я как будто их оторгаю. Оторгаю это общество. И остаться одной или одному без общества может быть очень страшно. Потому что очень часто у нас биологически зашито, что мы можем выжить только вместе с кем-то. В каких-то группах, в сообществах. Если я оторгаю общество, значит, общество оторгает меня. Помните, самая страшная кара в древности какая была? Кто помнит? Кто читал сказки, истории, мифы? Самая ужасная кара. Без физических мучений причем. Кто помнит? Ну, 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 кто помнит? Бинго. Есть. В студии есть правильный ответ. Да, да. Изгнание. Да, изгнание. То есть, ты не с нами. Да, изгнание. Вот это самая жуткая кара. Потому что, скорее всего, человек умирал как личность тогда. И за этим следовала и физическая смерть. Где-то там, вдалеке от племени. Да, поэтому, если мы чувствуем, что мы отдаляемся от общества, это напоминание тех древних временах, которые могут быть зашиты в нас генетически. Поэтому мы боимся этого изгнания. Поэтому очень часто мы с удивлением наблюдаем за другими людьми, которые нарушают диету, едят там и пьют то же, что и остальные. Хотя мы это очень вредно. Мы говорим, почему? Кто знает. Потому что вот эти личные ценности, они уходят на второй план, когда есть вот эта большая ценность. Нужно выживать, нужно принадлежать для этого какой-то группе. И поэтому правильное питание, если там, ну, условно, укроп, нежирный творог, овощи, там, какая-нибудь рыба. Это не то, что едят за этим столом. Мы сразу от этого общества выбиваемся. И таким образом растет напряжение. И общее правило такое. Чем более жесткая система ограничений, чем больше вот этих вот нельзя, да, а это запрещено, а это нехорошо, тем больше растет это напряжение. Теперь, как вы думаете, если мы хотим что-то получить за счет определенного изменения в питании, и вот эти изменения связаны с напряжением, я бы сказал, с дискомфортом, как долго вот эти изменения продлятся? Сколько мы протянем на этом? Ну да, правильно питаемся, но едим укроп, творог какую-нибудь, грудку несоленую, рис без соли, без перца, без сливочного масла. Ну, в кавычках, правильно, зато все. Как долго мы протянем на такой еде? Я имею в виду не физиологию, а наше состояние внутреннее. Кто-нибудь бы сказал, Сергей Владимирович, а давай сделаем ставки, давай сделаем ставки. Вот я, например, протяну две недели, да? Готов ли ты поставить какую-то сумму об заклад? Да-да-да, да. Конечно, зависит от силы воли, от характера, от окружения, да, от того, есть ли РПП, потому что РПП, да, мы знаем, это тот демон, который захватывает очень много внимания, и в вашей жизни начинает править тем, что вы делаете и думаете, да. Но, в целом, большинство людей очень долго такую систему не смогут протянуть. Чем больше ограничений, тем короче срок. Чем меньше продуктов, меньше удовольствия, тем короче срок. Да, конечно, сила воли включается, несомненно. А на чем еще иначе это тянуть? Если удовольствия мало, если полгода, да, но это уже, это уже много, да. РПП, расстройство пищевого поведения. Ну вот, одна из слушателей пишет, сейчас в самоизоляции можно долго. Я не верю. Мы можем поставить эксперимент по правильному питанию, и если не будет в самоизоляции, да, если не будет каких-то прям существенных выгод, я уверен, что как только вам надоест это питание, вы забросите это правильное питание. Да, да. Про вкус. А как можно поменять вкус? Вкусовые пристрастия. У нас есть вкусовые рецепторы для всех четырех основных видов вкуса. У нас есть рецепторы на сладкое, на кислое, на горькое, на соленое. Понимаете, если мы исключаем какой-то вкус из еды совсем, вот просто вкус. Обычно это бывает такая идея. Давайте уберем сладкое из еды. Окей, получается, что наш рецептор, наши рецепторы, которые на сладкое, не получают эту информацию. День не получают, два не получают, три не получают, пять, неделю, да. Ну, у кого-то силы воли хватает на две недели. Что потом происходит? Тут уже слово такое было. Да, да, верно. Спасибо. Конечно, зажор. Да. Конечно, потом будет компенсация. И более того, сверх компенсация. За все, в кавычках, бесцельно пропущенное время. Да, да. Поэтому, вот эти жесткие ограничения, в том числе по вкусу, они не тянутся долго. Возможно, если вы правильно готовите, вы готовите даже эту капусту или еще что-то, что у вас сладкое есть. Да, если вы себя будете жестко ограничивать, это точно. Срыв будет. Чем более жесткие ограничения, тем ближе будет срыв, тем он будет мощнее. Да. За ним будет чувство вины. Да, гарантированно. Конечно, вот правильное замечание, что все как у древних людей. Генетика-то у нас осталась вот та же самая, древняя. И столько лет мы сражались с голодом. Столько лет мы, я имею в виду все человечество, выживали те, кто любил поесть сладкое, жирное, потому что там было больше энергии. И только последние, может быть, сколько-то десятков лет еда есть в изобилии. И то не во всех странах. Да, поэтому вкусы у нас остались теми же самыми. Да. Вот, сейчас еда за людьми бегает, точно, точно, точно. Ну да, если ты чего-то хочешь, то вообще плевать на все, да. Но вопрос в том, как потом все будет, да. Как будет все потом. Очень часто, если мы сталкиваемся с тем, что происходит вот этот ритмичный напряг силы воли, потом расслабление, какое-то обжорство, потом опять чувство вины. Чувство вины, но за ним следует очередная вот эта вот попытка сдержать себя, потом опять очередной срыв, чувство вины и так далее, и так далее, и так далее, да. Это может превратиться в навязчивость. Если мы делаем это 10 раз, если мы делаем это 20 раз, это может, понимаете, подчинить себе всю остальную жизнь. Вот это и есть суть РПП, когда все внимание, когда все внимание уходит на то, что я ем, как я это контролирую, насколько мне это важно, вся остальная жизнь начинает страдать. Да, да. Плюс, да, плюс, особенно если мы говорим про вот эту похудательную историю, жесткие ограничения тормозят метаболизм. Потом, вроде бы, и даже человек ест не так много, но на фоне сниженного метаболизма весь вес набирается. Да. Именно поэтому много проблем с РПП. И с РПП сейчас, и даже с самим термином правильное питание, и с тем, как люди пытаются на нем находиться, потому что не учитывают вот эти два важнейших фактора. Факторы разные, да. И, во-вторых, нет такой определенности, потому что вы зайдете в любой книжный магазин. Есть прямо книжные полки, посвященные правильному питанию. Ну, они называются по-разному. Здоровое питание, правильное питание, диеты, похудение. Вот вы возьмете там какую-нибудь книгу, например, «Диета по Дюкаму». Ого, да, такая существенная книга. Или «Диета этого». Как он называется? Доктора Ковалькова, да? Тоже там. И в любом источнике будут какие-то разные данные. То есть, второй фактор, который заставляет нас мучиться, мы всегда задаемся вопросом, что же именно правильно для меня конкретно? Потому что этот автор пишет так, этот автор пишет так, и все уверяют, что после того, как стали питаться именно так, им стало лучше. Да, да. То есть, разнобой мнений, разнобой мнений. Поэтому идеальная ситуация, да, когда разрешено все, когда понятно, что есть опасные, ну, так, я бы сказал, есть определенные группы продуктов, мусорные продукты. Но их не надо совсем исключать, надо знать, что вы их можете, что вы их не боитесь, но вы, если вы находитесь в хорошем контакте со своим телом, ваше тело обычно этого не хочет, да, джанк-фуд. Так вот, для здорового взрослого человека, вот эта идеальная система, это питание, которое называется интуитивным питанием. Когда вы чувствуете, что я хочу есть, вы чувствуете это достаточно рано, вы не заглушаете эти сигналы голода, вы вовремя едите. То столько того, что вам нужно, вот в это время, вы вовремя останавливаетесь, когда чувствуете насыщение. Да, да. Какая сложность с интуитивным питанием? Оно, конечно, достижимо для многих людей, я бы сказал, наверное, почти для всех. Но для многих людей, для тех, у кого есть РПП или хотя бы сверхзначимость еды, прежде чем прийти к интуитивному питанию, нужно настроить какое-то нормальное питание. Более-менее, я бы сказал так, размеренное, условно-рациональное, так, чтобы вы, во-первых, не накапливали голод, чтобы не было вот этих вечерних срывов и зажоров. Одна из типовых проблем, я уже сотни раз слышу эти истории, когда, ой, в течение дня поесть некогда, но вот вечером пришла и объелась. То есть, регулярное питание в течение дня. И с некоторыми клиентами, с РПП мы прямо так и говорим, что тебе нужен нормальный план питания для начала, потому что еда будет для тебя лекарством сейчас, да. И если интересно, я пару слов про это скажу. То есть, есть нормальный план или нормативный план питания. Это не окончательное питание, но это хотя бы то, на что можно ориентироваться. План питания Марши Херрин. Марши Херрин, который сейчас, на данный момент, по крайней мере, среди моих коллег, которые занимаются этой темой, считается наиболее простым, наиболее адекватным и доступным для многих людей. Ну что, чуть-чуть про план Марши Херрин, как промежуточную ступень для того, чтобы именно с нее можно было переходить и к интуитивному питанию. Интуитивное питание – это тема, наверное, другого эфира, не сейчас, но план Марши Херрин. Так, один человек точно хочет план, да, спасибо. Два человека, два голоса за план, два голоса за план. Ну хорошо. Итак, план Марши Херрин. Очень простая формула. Три плюс три, или три плюс два. Имеется в виду три основных приема пищи и три дополнительных. Основные приемы пищи – это уже известный всем завтрак, обед, ужин. И дополнительные приемы пищи – это перекусы. Это второй завтрак, это полдник, это поужин. Поужин – это после ужина еда. Но поужина может не быть, может быть только два перекуса. Три человека, да? Три человека, три приема пищи, да. Три основных, два перекуса, или три перекуса. И самое главное – это то, что по режиму я отвечу на этот вопрос, да? И самое главное – это то, что именно вы едите в эти приемы пищи. Итак, на завтрак. Я даю такую общую базовую схему, как направление, как этого Марши Херрин. На завтрак. Кальций, содержащий продукт. Про это я скажу чуть позже. Сложный углевод. Белок, жир по желанию. Обед и ужин. Кальций, содержащий продукт. Сложный углевод. Фрукт, овощ. А, кстати, на завтрак тоже фрукт, овощ. Я чуть было не забыл, да? Белок, жир. И еда для удовольствия. То есть, план Марши Херрин включает, включает вот этот важный аспект. Еда для удовольствия. Обратите внимание, этот план не включает еда для скуки, еда, когда я злюсь и хочу кого-то покусать, но вместо этого пойду что-нибудь погрызу. Еда, чтобы успокоить тревогу, еда, чтобы занять свободное время. Но еда для удовольствия там есть. Вот. Это важный момент. И по режиму. По режиму. Вот хороший вопрос, очень важный вопрос. Что такое режим? Если мы подразумеваем, что режим это очень жестко, там, допустим, завтрак каждый раз в 8.00, обед каждый раз в 12.00 или в 13.00, я бы сказал, что это неразумный план. Но, что есть примерное время завтрака, есть примерное время обеда, примерное время ужина, ну, там плюс-минус сколько-то. Знаете, это как дорожная карта, как направление. Это да. Вот в таком плане режим нужен. Потому что лучше всего, прислушиваясь к себе, определять, что да, допустим, в этот раз я хочу есть чуть пораньше, поэтому я поем пораньше. В этот раз я поем чуть попозже. Но на всякий случай у вас заведен будильник. Я говорю это сейчас про те случаи, когда есть проблемы с едой, у вас заведен будильник или у вас есть в ежедневнике прямо, да. Но особенно если вы знаете, что склонны заработаться и забыть про свою еду, что вы можете там так погрузиться, сигналы голода можно игнорировать, да. Но вечером они о себе дадут знать и уже будет накопленный голод чаще всего. То есть, чтобы хотя бы вы обратили внимание, так, не пропустил ли, не пропустило ли уже, а не пора ли хотя бы немножко поесть. Вот это важно, да. И имеет значение суммарный объем пищи. То есть, не важно, вы съедите это за три раза, за четыре раза, вы съедите большую часть там после обеда или до обеда, но суммарный объем пищи, конечно, имеет значение. А он, в свою очередь, зависит от того, сколько раз вы едите. Потому что, когда вы едите более-менее дробно, равномерно, голод не успевает накапливаться, и вы его успеваете утолить потом меньшим количеством пищи. Прорежим. Режим может привести к тому, что человек начнет заглушать чувство голода, и через какое-то время совсем пропадет. Видите ли, чувство голода – это то, что нельзя совсем заглушить. Потому что, если мы голодны, невозможно там запить, невозможно отлечься. На какое-то время можно, но голод совсем не пропадает. Он не должен пропадать. По идее, если мы совсем-совсем не чувствуем голод, то это уже, ну, такое серьезное расстройство. И, кстати, у тех людей, кто сталкивается с анорексией, да, я периодически такие вещи слышал, в том числе от своих клиентов с анорексией, что да, я просто не хочу есть, я не чувствую голода. Да, да, да. В таких случаях, ну, я думаю, что среди слушателей вот этого прямого эфира их не так много, но в таких случаях я прямо говорю, что для тебя сейчас еда – это не просто еда, это лекарство. Поэтому тебе нужно принимать это лекарство вот в это время, вот в это, вот в это, как положено, как таблетку, пока ты не выздоровеешь. И только тогда можно переходить к чему-то другому. Ну, вот так, если очень-очень кратко. То есть, 3 плюс 3 – простая схема. Мы про это уже знаем. Единственное, что это, вот обратите внимание на состав продуктов. То есть, на каждый основной прием пищи приходится кальций-содержащий продукт. Ну, обычно это молочко и кисломолочные продукты. Сложный углевод, ну, всякие крупы, хлебобулочные. Фрукты или овощи – это на каждый прием пищи. И на завтрак белок, животный белок, жир по желанию. На обед и ужин прямо должны входить белок, жир, белок, жир. Да. Голод не тетка, а дядька. Да. Еда как лекарство, потому что, когда мы говорим про анорексию, это не невроз, это более серьезная вещь. Да, как лекарство. При булимии тоже еда – это лекарство. Да, да, да. Да. И я бы сказал, что и сама еда, и сам факт, что человек обращает на это внимание, что человек начинает про это немножко по-другому думать, регулярно принимать, вот это тоже выступает в качестве лечебного фактора. Потому что, если слишком много мыслей, слишком большая важность, то навести в этом порядок через какое-то упорядочивание, через план, да, нужно. Ну, вот, если очень коротко, очень схематично, очень обзорно, давайте еще раз. Давайте еще раз я кратко, прям по пунктам содержания нашего эфира повторю, и мы перейдем к вопросам. Итак, функции еды. Физиология, психология, социальные функции. Психология – это удовольствие, контроль эмоций, символическая функция, это способ занять свободное время, это коммуникация, это то, что примыкает уже к социальной функции. Социальная функция – статус, да, коммуникация, мы с тобой, вот, одной кровью. Проблемы с ПП, потому что очень часто люди сосредотачиваются во время ПП только на первой функции, на физиологии. То есть, жиры, белки, углеводы, там, это можно, это нельзя, и все остальные функции тогда выпадают или под большим вопросом. Поэтому ПП долго не держится. Решение. Промежуточное решение – это план, марш и херен. Три плюс три. Три основных приема пищи, три дополнительных. Какой-то режим. Ну, не абсолютно жесткий, но более-менее такой надежный. Ну, вот так. Так, теперь отвечаю на вопросы и буду комментировать кое-что. Я когда нервничаю, вообще не хочу есть или забываю. Это очень, это плохо очень. Вообще, в популяции есть два типа людей. Есть гиперфагическая реакция на стресс, видимо, это генетика задана, и гипофагическая реакция на стресс. Но гипофагическая это означает, ну, гипер – это много, а фагус – это пожирание, поглощение. То есть, есть люди, которые нервничают и едят сразу. Есть люди, которые нервничают, сразу не едят, у них отбивает аппетит, но едят потом. То есть, ну, ваш вариант генетики такой. В принципе, понятно, с чем это связано. Потому что очень много лет, десятки, сотни, тысяч лет, может быть, миллионы лет, пока была эволюция человека, все угрозы были примены физическими. То есть, если что, нужно было либо сражаться, либо убегать. В это время не до еды. В это время организм перераспределял кровоток, перераспределял внимание на то, чтобы вы могли физически действовать. И, конечно, в это время пищеварительная функция уходила на второй план. Да, и есть не хочется. Поэтому вот эта генетическая реакция может остаться до сих пор. Да, и многие из нас это несут. Но потом, через какое-то время, у всех есть, как правило, отсроченная все равно гиперфагическая реакция. То есть, зато потом, попозже, когда все спокойно, энергию-то надо восполнять. Вот так. Здоровая реакция. Вот. А у кого-то, да, когда нервничаю, ем все, что не прибито. Ну вот, у кого-то так, да. То есть, у вас сразу такая реакция, да. А если делать так, что вот подумал о каком-то продукте и съел, оно так и не вернется? Я понимаю, откуда берется этот вопрос. Очень часто бывает, что если у нас в голове вместо того, что есть, на первый план выходит, что не есть. То есть, понимаете, да, о чем я? Что я не буду вот это, я не буду вот это, я не буду вот это. И особенно для тех, кто проходил НЛП, мы знаем, что вот такое определение, что я не буду, в первую очередь, помещать на передний план нашего внимания, как раз вот то самое, что мы планируем не есть. Именно эти образы. То есть, чем больше ты вернешь себе. Я не буду есть вот это, я не буду, допустим, торт, торт. Но он прямо лезет на глаза во внутреннем мире, конечно же, да. Вот такой большой, искрящийся, яркий, насыщенный, может быть, гиперреалистичный. В жизни таких не бывает, а он внутри вас уже вот крутится. Конечно, слюнки текут. И чем больше отказываешься от него, тем больше повторяешь про себя, пытаясь его буквально выгнать вот с поля зрения изнутри, как я слышал от своих клиентов. Иногда говорят, вы знаете, вот это крутится еда прямо перед глазами. Ну, воображение, конечно. Я пытаюсь ее выпихнуть. Вот сюда пихну, а она вот с другой стороны вылезает. Да, да. То есть, чем больше мы ей сопротивляемся, тем, конечно, сильнее это напряжение, которое помещает опять в наше внимание. То есть, один из способов, да. Захотели, подумали, ну, съели кусочек, успокоились. По крайней мере, так проще. Потому что, если мы, нет, я не ем, не ем, не ем, потом бдыщ. Да. Вот именно. Надо позволять себе больше. Хотя бы небольшой кусочек сразу. Ну, захотели, съели. Да. Тогда мы не копим напряжение. Вот это профилактика срывов. Как не сорваться. То есть, во-первых, позволять. Во-вторых, это более-менее регулярное питание. Помните, на обед и на ужин важный момент. Еда для удовольствия. То есть, вы это прямо планируете, вы едите, вы приобретаете заранее. Вы думаете, что вот это я поем и точно себе разрешу. Да. Это профилактика срывов. Конечно, если у вас срывы связаны с психологическими моментами. Например, вы переживаете, и ваша привычная реакция пойти поесть, чтобы успокоиться. Или у вас есть какой-то базовый дефицит чего-то. Например, у вас отношения с собой как-то не очень выстроены. Вот интересный момент, кстати. Неинтересный момент. Когда нам чего-то не хватает, мы обычно чувствуем это некое ощущение, как пустота, как будто что-то подтянет. Мы чувствуем это либо в центре тела, либо даже ниже диафрагмы. Здесь очень важно научиться различать. В интуитивном питании мы это делаем, когда мы различаем, что вот я чего-то хочу, но оказывается, я хочу. Это не еды, да, вот там где-то мы чувствуем желудком. Допустим, по центру. Мне не хватает, например, общения с кем-то. Мне не хватает, чтобы меня кто-то поддержал. Эту разницу можно провести. Поэтому для того, чтобы решать психологические проблемы, не через еду с этим, нужно, ну, нужно, полезно, отдельно работать. Насчет, был вопрос, как убрать лишний жир. Например, тут много сложностей есть, но, по крайней мере, если делать это за счет еды, нужно предусмотреть такой режим, что я так могу питаться и потом всю оставшуюся жизнь. Иначе будут качели. Сбросил, набрал, сбросил, набрал. И обычно потом бывает с плюсом. Вот идеальный вариант, да, научиться есть по чуть-чуть всего, что хочешь. Прислушиваясь к себе, что да, вот поел, остановился, когда уже нет удовольствия на всех уровнях, как в индуитивном питании. Да, да, да. Больше радости не от еды. Да, вот хорошее замечание. Это в норме у нас, больше радости не от еды. В норме. Но бывает личная история такая грустная, когда кроме еды нет другой радости. Я приведу пример. Одна из моих знакомых рассказывала про свою коллегу. Она говорит, я смотрю, что она каждые полчаса делает вот так. Раз. Не видно рукой, да? Но она показывала прямо. Она говорит, двигает рукой, открывает ящик. Там что-то шелестит. Она кладет в рот, что-то жует и закрывает. Я наблюдал за ней несколько дней, как она говорит. И спрашиваю, что там у тебя? Она говорит, ну как, что там шоколадка? Я говорю, и что? Зачем ты так часто ешь шоколадку? Она говорит, ну как, ну надо же себя как-то баловать. И моя знакомая говорит, я так удивилась. Я смотрю на нее и говорю, а что, других способов порадовать себя нет? И она смотрит на меня, как на дуру, говорит, а что еще есть? Я не знаю. То есть, если в вашем опыте есть что-то, что доставляет вам удовольствие, это хорошо. Но не у всех такой опыт есть, понимаете? Не все умеют получать удовольствие. Не все разрешают себе и так далее, и так далее. То есть, часто еда, да, это такой универсальный компенсатор всего остального, чего не хватало. Вот, тоже хороший вопрос. Можно съесть кучу фруктов, но если хочешь шоколадку, то съешь ее. Да, наш голод избирателям и, допустим, по вооруженным силам я могу привести пример, когда, допустим, плохое руководство и крадут. Чаще всего крадут что? Крадут мясо, рыбу, яйца. Ну, такие ценные продукты. И бывает, что все крадут, оставляют какие-нибудь макароны, крупы. И вот солдат могут закормить крупой и жиром, но они едят, едят и все равно на каком-то тонком уровне не наедаются. Потому что всего набора питательных веществ нет. Да, голод избирательный, если мы прислушиваемся к нему по-настоящему. Поэтому, если хочешь шоколадку, да, лучше съесть шоколадку. Два килограмма или пол мешка овощей и даже фруктов не заменят, потому что химический состав разный. Вот так. Не только шоколадку. Ну-ка, ну-ка, ну да, конечно. Да, очень хорошее замечание, спасибо. Пончики, тортик, пирожок, бухлишко. Ну, естественно, ты хоть там тазик яблок съешь, но рюмочки коньяка это никак не заменят. Здесь я с вами согласен на все сто. Да. И пицца, да, тоже уже. Да, да, да. Да. Вот так. Вот так. Окей. Ну что? Ну что ж. Еще вопросы? Какие вопросы есть ко мне? Ну ладно. Вопросов я пока не вижу. Я напомню, что для тех, у кого проблемы с едой, лучше всего подходит план питания. Для тех, у кого особых проблем нет, но вы хотите выстроить отношения с едой, более тонкие, более, я бы сказал, профессиональные, что ли. Интуитивное питание. Интуитивное питание. Интуитивное питание вы, кстати, можете найти. Есть ролик, где я объясняю о заинтуитивного питания. Он, правда, не на моем канале. Наберете в ютубе в поиске интуитивное питание гудков. И, по-моему, на канале Аллы Алиевой есть этот ролик. Ему же года три или четыре. Он есть. Про следующие эфиры. Про следующие эфиры. Да, хороший вопрос. Я буду заранее оповещать. По плану клуб «Я и мое тело» примерно раз в месяц мы планировали собрание. Я думаю, что частота эфиров, пока у нас будет карантин, а все к этому идет, что его скоро ведут везде, тотальный. Я думаю, с такой же частотой будет. Может быть, чуть чаще. Да. Еще вопрос. Если все можно, то можно разъесться до слона. Как остановиться? Опять же, я думаю, что разъесться – это тогда, когда у вас за счет еды все остальные функции выполняются. Поэтому помните, что еда должна быть в удовольствии частью жизни, но не единственной частью жизни. Для того, чтобы прекратить голодные вот эти переедания на фоне большого голода, регулярное питание. И, конечно, наполнять жизнь всем остальным. Но про это ни сегодня, ни на этом эфире. Да. Бывает такое, когда начинаешь себе разрешать, бывает, что даже вес на какое-то время поднимается, но потом вы это регулируете. Да. Да. Потому что самое главное – прекратить бояться еды. Выстроить с ней рабочие отношения. Опять же, если небольшое колебание веса для вас – это ужас и трагедия, ну, тогда вопрос, а нет ли у вас там вот этого, да, злого колдовства, которое захватило вашу душу в плен и требует, чтобы вы питались исключительно правильно, а если вы съели лишний листок салата – это уже ужас-ужас и все. Да. Да. Да, пожалуйста, пожалуйста, поучил, поразвлекал, да. Ну, я думаю, что элемент юмора и развлечения у нас тоже был. Не без этого. Ну, иначе скучно. Да. Окей. Еще вопросы. Я подожду еще 30 секунд, если будут вопросы, я буду отвечать. Если нет, то на этом я завершу. Постараюсь эфир скачать, выложить его на YouTube, чтобы он был доступен. Пожалуйста, пожалуйста. Рад был пообщаться с вами хотя бы виртуально. Но, видимо, в ближайшее время, как только в таком режиме. Рюмочку коньячка, конечно, взрослым людям периодически, я бы сказал, не только можно, но даже нужно. Даже нужно. Вот так, с удовольствием. Знаете, чтобы прям прокатать каждый глоточек, прочувствовать вот этот аромат везде. Да. Даже нужно. Нужно. Я за коньячок, да. В умеренной дозировке, конечно. Ну что ж, на этом все. Рад был провести этот эфир для вас. Думаю, что еще увидимся в эфире. Возможно, и не только в эфире. Упражнения. Упражнения. Ну, на упражнение уже не остается времени. Я считаю, что хотя бы одна ключевая идея для эфира. Этого достаточно. Вот план питания, да, 3 плюс 3. Если запомните, это уже хорошо. Упражнения. Давайте так. Если у вас есть идеи, что вы хотите услышать, узнаете, какие упражнения получить, на что направлены. Вы мне пишите в личку здесь, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, я вообще во всех соцсетях есть. Даже в этом, как его, в WhatsApp есть. Вы мне пишите, я подумаю, может быть, я проведу прямой эфир как раз по вашим запросам. Да. Да. На сегодня уже пора заканчивать, потому что время наше истекает. Потому что если мы не закончим сами, Инстаграм нас прервет. Все. Ну, такие дела. Все. На этом все. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Подписывайтесь. Приходите еще. Копятся вопросы. Пишите, задавайте. Я буду на них отвечать. Может быть, где-то в постах, где-то и в эфирах записывать видео и так далее, и так далее. Все. До связи. Пока-пока. Завершаю.